Приветствую вас на очередном заседании клуба начинающих леневодов. Усаживайтесь поудобнее, сегодня лекция будет посвящена устройству станков и как безопасно для всех участников процесса работать с животными. Живой вес и привесы это показатели здоровья животного. Лечение и вакцинация это тоже забота поголовья. Но убирковать оленей очень важно, это наше животное и не гожем уходить по ферме неучтенному. Бирка это имя, история оленя, а соответственно и другая цена в отличие от полудикого вольерного. Учитывая, что весы для оленей это платформа высотой в 10-15 см, многие хозяйства совмещают фиксацию и взвешивание, устанавливая весы под станок. Лично мне это не нравится, я всегда рекомендую разносить весы и станки в разные блоки. Эти блоки могут располагаться абсолютно по-разному друг относительно друга. В линию и олень идет по прямой от весов до станка, чаще располагает под углом вокруг оператора. Так человеку меньше бегать во время обработки поголовья. И тут снова есть варианты. Олень заходит по прямой из последнего отсека, а потом разворачивается или сразу разворачивается на весах и далее поворот на станок. Конфигурация под ваш вкус и ваши возможности. Многое зависит от того, как олень будет идти дальше. Теперь немного расскажу про гидравлический станок для оленей. Это рама, на которой располагаются две мягкие стенки. Одна неподвижная, другая движется парами, зажимая оленя. Работать на станке можно с одной стороны, а можно с двух, когда оператору помогает помощник. Опять же, есть варианты различного расположения станка в помещении. Оператор может располагаться у неподвижной стенки, а подвижная сторона будет выдвигаться в некое помещение с помощником или без. Такой вариант я видел на польской ферме. Мой первый опыт работы был в хозяйстве в Оборн, Англия. Там оператор катался на подвижной стенке, а станок был максимально приближен к стене. Так что это уже дело привычки. Станок может максимально быть подвинут к стене, а может оставаться расстояние для помощника. Теперь переходим к проекту. Скажу сразу, это конкретный проект одного заказчика. Он пожелал установить два станка для работы, так что это один из вариантов, а не образец для подражания. Два станка было выбрано, исходя из некоторых факторов. Ну, во-первых, гидравлический станок может обрабатывать все стадо, но в станке видно только голову оленя. Этого достаточно для обрезки рогов, вакцинации в шее и беркование, но копыта уже не подрежешь. Искусство изыменения тоже провести сложно, но и обработать рану на животе. Но и не стоит отключать возможность дублирования, а вдруг станок сломается или электричество отключит, а у тебя еще пол стада. Теперь рассмотрим проект по частям. Первый, это загонный блок, где оленя загоняют из последнего отсека в расколе. Далее, это блок весов. Два станка, весов тоже двое, так что выглядит несколько громоздко. Потом, соответственно, два станка, механический и гидравлический, по разным сторонам одного помещения, где работает ветеринар. Ну и далее, сортировочный блок. Раз уж у нас олень по отдельности, то самое время после станка направить животным в сортировочные отсеки. Теперь начало работы. Обратите внимание, куда открываются двери. Это техника безопасности, чтобы открытая дверь прикрывала человека от возможного оленя в коридоре. Вдруг кому-то захочется зайти и посмотреть в разгар работы. Защита дурака не помешает. Далее, ветеринары на рабочем месте. По обеим сторонам помещения станки, так что минимум движения. К каждому станку есть возможность подхода с двух сторон. В помещении помощника дверь открывается в коридор. Это тоже техника безопасности. Если гидравлика позволяет работать одному, то механической придется обслуживать только вдвоем. Особенно при работе с крупными самцами. Так, теперь переходим к загонщику. Перед началом процесса он прячется за складной дверью. На одном из хозяйств ее назвали дверь-бабочка. Мне понравилось название. Далее, работая это дверью и постоянно закрываясь как щитом, загоняем оленя на весы. В конце загонщик заталкивает оленя и прикрывается частью двери от другого оленя. Иногда загоняет сразу парами, если нет необходимости индивидуального взвешивания. Например, массовая вакцинация или разделение по полу. Теперь осмотрим движение оленя без этой двери, чтобы она ничего не закрывала. Олень попадает на весы. Так как у нас два станка и две весовые, то тут, как в сказке, налево пойдет олень или направо, решаем мы. Рассмотрим механический станок. Дверью, как поршнем, мы заталкиваем оленя до конца блока. Оператор на весах всегда защищен от оленя дверью, как щитом, для безопасности. Тут уже есть возможность рассмотреть оленя поближе. Далее все просто. Открывается станок, потом выход на станок и оленя выталкивает. Оператор весов может идти за новым оленем. Работа ветеринара и его помощника на него не влияет. После окончания процедур олень освобождает и далее он по коридору идет на сортировку. Теперь то же самое, но с гидравлическим станком. Оленя заталкивают в другую сторону. Станок раскрывается, потом открывается дверь с весов. Дверь за оленем закрывается. Весы готовы принимать нового животного, ветеринары спокойно работают. Как я уже говорил, можно обрабатывать и парами. Так олени немного спокойнее. Открываются двери на выход и олени освобождают. Обратите внимание, что дверь открывается, перекрывая олене путь. Показывает только одно направление. Ну а далее по коридору на выход в одну из дверей, согласно плану. Мальчиков от девочек, молодых от старых, распределение по гореем, кого на продажу, кого на племя, кого на мясо. Тут уже вам решать. Для этого есть разные двери. Некоторые оленя выходят из помещения осторожно, а некоторые скачут галопом. Поэтому не рекомендую их подгонять на скользком полу. Ну и обратка, когда оленя по каким-то причинам надо вернуть в раскол и отправить на станок еще раз. Напоминаю, что это конкретный проект, и он предполагает выход животных на обе стороны. Поэтому я предусмотрел потайную дверь. Она может быть для персонала, а может для альтернативного направления оленей. Конечно, не совсем удобно будет направлять оленей туда, особенно с гидравлического станка. Оленя придется выгонять в коридор, потом возвращать, но я надеюсь, что пояса этим путем будут редко. Чаще для людей и ремонта чего-то тяжелого при помощи погрузчика. Ну а теперь, почему так все сложно на первый взгляд. Первое. Два станка и выхода на две стороны. Это усложняет задачу. Второе. Везде между человеком и оленем двери для безопасности. Конечно, можно ходить со щитом, но двери удобнее. Третье. Оленя везде подталкивают. Конечно, он и сам может передвигаться по коридорам, но и 100 оленей 90 побегут сами, а 10 встанут колом и потратите на них полдня, пытаясь сдвинуть. Согласен, добрым словом можно управлять оленем. Но добрым словом и крепкой доверию это получается намного быстрее и эффективнее. Также аргумент. Я художник, я так вижу. Ну и последнее. С схемы это все красиво. Только олень схему работы не знает и очень нервничает. Надо понимать, что это быстрое и сильное животное. И оно может выпрыгнуть в любую сторону. Поэтому надо предусмотреть, что делать в такой ситуации. Это еще одна причина, почему двери открываются из комнат в коридор. Так персонал быстро покинет помещение и олене будет проще выйти. Проектируя столько дверей, у нас получаются автономные блоки, где можно работать независимо от других. Таким образом мы создаем конвейер из оленей. Как только олень освобождает ветеринара, с весов заталкивает нового. Потом там уже готов оленя с загонного блока. Это позволит быстро и безопасно обработать большое количество животных. Один олень стоит у нас здесь. Второй олень у нас, извините, на весах. На этом рассказ про строение раскола и всех их частей окончен. Если у вас еще остались вопросы, пишите в комментариях или заходите на мой сайт. Все ссылки в описании. Спасибо за внимание.